Итак, нога. Нога с помощью большого массажера и нога своя собственная. Чем хороша своя нога для обучения работе массажером? Тем, что своя нога дает очень быстро понимание, что массажер может далеко не все и годится далеко не везде. Потому что на ноге очень много твердых участков. Таких участков, где мышцы не прикрывают кость или прикрывают едва-едва. Например, вот у нас колень. Вот она кость, а здесь мышца. И когда мы включаем массажер, я сегодня его включу. Когда мы включаем массажер и двигаем его по мышце, все нормально. Он жужжит. Чувствуем, как дрожит мышца вместе с ним. Класс! И вместе с этой дрожью мышца расслабляется. Но когда мы переходим на голень, получается вот такая забавная штука. А потом переходим на икру. И опять замечательно и хорошо. И именно это главное, что надо освоить при работе с массажером. Есть места на теле, которые массировать массажером, обрабатывать вибромассажером, массажером электрическим не надо. Они совершенно для этого не годятся. То есть это места, где кость не прикрыта мышцами. Точно так же это места, например, косточка. Это места, где близко лежат вены. Об этом мы еще поговорим, когда будем работать с рукой. Пока же я показываю, я показываю, как работает с ногой. И начинаем мы свою ногу лучше всего, когда она у нас лежит. Можно все это делать стоя, но надо помнить, что когда мы стоим вертикально, кровь, лимфа, всякие жидкости под действием гравитации опускаются вниз. И это, в общем, не очень приятно и не очень хорошо. Расслабление наступает чуть позже. Поэтому надо стараться ногу уложить максимально горизонтально. Вот, например, как я. Сесть на краешек стола, сесть на край дивана, ногу выпрямить и начинать с пальцев. Ну, пальцы мы не расслабляем, но со стопы. И уходить сюда к поясу, к бедру. Это очень важный принцип любого массажа. Не только массажа с помощью инструментов, но и с помощью рук тоже. От края к центру. Потому что это именно та проблема, которую не смог решить основатель шведского массажа Перлин. И это именно та проблема, из-за которой шведский массаж так долго не хотели принимать врачи. Пока уже, считай, в начале нашего, в начале 20 века, пока уже в немцы те же самые нормальные врачи не разобрались вот с этой проблемой. С лимфодвижением, с кровообращением. И поняли, что те отеки, которые регулярно возникали у массажистов, практикующих шведский массаж. И отеки конечностей, которые возникали у их клиентов. Это отеки конечностей, вызванные буквально сбиванием лимфы туда в конец. Потому что массажисты начинали работать здесь и уходили туда. И выталкивали всю жидкость к концу, к краю. А оттуда и уже не уйти некуда. Поэтому то ноги распухали, то руки распухали, отекали. Естественно, никому из клиентов это не нравилось. Естественно, это особенно не нравилось врачам. А когда уже решили эту проблему и начали использовать принцип от края к центру, то и отеки сразу прекратились. А массаж шведский, а точнее его уже обработанный, измененный вариант массажа лечебного, стал популярен настолько, что используется до сих пор. То есть более 100 лет. Так вот, садимся поудобнее. Вытягиваем ногу. Включаем аппарат. И движемся от края к центру. Надо обращать внимание, что вот скоро у нас здоровенная машина. с большой рабочей поверхностью, то здесь нет необходимости рисовать какие-то круги, спирали или что-то еще. То, что приходится иногда делать, если у нас рабочая головка маленькая. Это первое. Второе. Он сам по себе товарищ массивный. Поэтому иногда приходится придерживать его либо двумя руками, либо вообще перебираться поближе к головке, то есть к центру масс. И еще в некоторых местах, например, вот здесь, вот эта самая внешняя часть ноги, иногда, если у нас, например, напряжена мышца, а она, эта внешняя часть, практически у всех напряжена, иногда нам приходится работать не всей поверхностью, а только ее частью. То есть, например, кладем половинку, как я здесь показываю, сейчас я отключу цвет, чтобы было видно и лучше видно. Вот я, например, работаю одной половинкой рабочей головки, концентрируясь на том участке, который у меня наиболее напряжен. А вторая при этом остается в воздухе, ничего страшного с ней не случится. А когда я подворачиваю стопу дальше, то я могу уже работать всей поверхностью. То есть, мы к этому очень быстро, самостоятельно приходим. Надо только помнить, что принцип от края к центру при использовании вибромассажера, он не означает, что все наши движения идут только вот так, потом мы отрываем, переносим, снова движемся. Нет. Здесь этот принцип мы используем чуть иначе. Когда мы движемся от края к центру, мы его прижимаем чуть сильнее. Когда возвращаемся назад, мы не прижимаем, чуть больше даже отрываем. То есть, он скользит, но вибрация не такая глубокая. И таким образом удается избегать отеков всяких разных в нижних конечностях и верхних конечностях тоже. Ну и добро. Показываю. Так это делаю я. То есть, я ставлю где-то вот здесь. На стопу не переезжаю, потому что она у меня начинает прыгать. Ставлю чуть выше голеностопа. И начинаю двигаться вверх плавно. И сразу я чувствую, где, в каких участках мышца наиболее напряжена. Потому что чаще всего это место либо кажется таким болезненным, чаще всего говорят, как будто ножом режет. Либо это такое странное, такое тянущее чувство, которое хочется остановиться и поддержать подольше, чтобы оно прошло. И это вот сразу показывает, где у нас все напряжение. Замечательная вещь. Прекрасный диагностический аппарат. То есть, вот я таким макаром двигаю. Туда опускаю, почти не прижимаю. А когда поднимаю, наоборот, прижимаю сильнее. И вибрация. Поэтому получается глубже. И расходится дальше. И протряхивает намного сильнее. И снова вниз. И снова вверх. То есть, с таким большим аппаратом здесь, в общем-то, думать не о чем. Мы просто двигаем вверх-вниз. Вверх-вниз. Одну часть ноги, например, вот эту. Дошли до колена. И снова вниз. Туда к косточке. На косточку не заезжаем. Начинает тарахтить, начинает скакать до колена. Вниз опустились, чуть сильнее прижали, потянули вверх. Затем стопу развернули. Перешли на внутреннюю сторону. Здесь мы уже массируем игру. Вот таким макаром. Можно, если она тяжелая и неудобна, можно буквально придерживать второй рукой. И подтягивать. Туда иду легко, откуда чуть прижимаю. Туда легко, откуда чуть прижимаю. До колена. Боковую поверхность колена не сильно прижимаю, потому что она твердая. И чтобы не прыгал, но в то же время, чтобы вибрация ощущалась, шуток подержу и ухожу дальше на бедро. Здесь тоже есть еще один интересный нюанс. Внутренняя часть бедра, там у нас, во-первых, половые органы, а во-вторых, у нас там лимфатический узел. Поэтому, чтобы не морочиться с анатомическими границами всех этих частей, самое простое, что можно использовать и запомнить, это от промежности ширина ладони. Вот эта плоскость, она не вибрируется. Вот это. То есть положили ладонь на внутреннюю поверхность своего бедра, и когда мы начинаем работать массажером, то мы сюда доходим и возвращаемся назад. Доходим и назад. А вот здесь сверху и с внешнего боку можно работать намного дальше, и мы даже придерживаем, придавливаем второй рукой уже прям за саму головку, потому что здесь мышцы крупные, и вибрацию надо упускать туда, пускать намного глубже. И здесь, как видите, я уже ушел от этого захвата, перешел сюда, потому что здесь так намного удобнее. Я таким макаром прорабатываю вот эту переднюю часть бедра. Сейчас я покажу. Переднюю и боковую. И поднимаюсь вверх. Тут у меня джинсы, к сожалению. Но ничего, я думаю, так понятно. Поднимаемся достаточно высоко. Потому что вообще, если учесть, что это джинсы, а вместо них взять перекон, то поднимаемся мы до верхнего края этой самой нашей тазовой кости. И даже чуть выше ее, потому что мышцы, которые определяют наше состояние при наклонах, они вот с этой самой тазовой костью нашей, с тазом связаны, и мы их должны тоже слегка расслабить. Вот таким макаром. То есть мы, когда боковую, переднюю и боковую расслабляем, то мы тянем вот сюда, высоко. Что касается задней части, то здесь ситуация несколько иная. Сейчас я разверну... О, Боже! Сейчас я разверну телефон. Заднюю часть ноги лучше делать по-другому. Потому что тут уже не ляжешь, как бы хотелось, а точнее, лишь ты ляжешь, но дотянуться не сможешь. Поэтому заднюю часть ноги мы кладем икру на стол, на стул, ну, как нам получается, и ездим вот таким макаром. Именно задняя часть. От сухожилия, от самого сухожилия Ахиллеса и до подколенной ямки. Силу икру. Тут, благо, особого умения не требуется. Нужно просто держать аппарат, чтобы не выронить его из руки, и все остальное он сделает сам. Это замечательное ощущение и векре, потому что большинство из нас обувь не слишком удобная, и в норме своей повседневной мы это не замечаем. А вот когда мы начинаем протряхивать икру, сразу начинаешь осознавать, насколько же неудобно ты ходил весь этот день. То есть мы вот таким макаром протряхиваем икру, а затем точно так же протряхиваем заднюю часть бедра и ягодицу. Причем для этого совершенно не обязательно ложиться, даже скорее нежелательно ложиться, потому что здесь большие мышцы, и им это уже не мешает. Задняя часть от коленного сгиба и вверх до ягодицы, и выше. А очень важно проработать вот то место, где ягодицы соединяются. На самом крестце, там крестец мы массировать не будем, там крестец, потому что он твердый, дайте-ка я закреплю, потому что он твердый, и на нем этот аппарат прыгает, а вот там, где ягодицы сходятся, вот эта вся большая группа мышц, когда это начинаешь себя трусить, ощущение такое, что прям уходит какое-то внутреннее напряжение. Вообще, чем хорош такой массажер? Он снимает внутреннее напряжение, которое в своей повседневной жизни мы просто не ощущаем. А вот таким макаром сначала переднюю часть, в первую очередь внешнюю часть ноги, внешнюю часть голени, потом стоп развернули, немного икру, потом бедро сверху, бедро сбоку, до самого вот бока буквально, а потом встали, в ногу положили, икру сзади подресли, и можно хоть стоя, лежа я пытался, у меня лежа не получается себе сделать ягодицы, а стоя прекрасно. Просто и ягодицы, и бедра, это очень большие мышцы, и там уже начинает включаться в работу так называемый присасывающий эффект. То есть там теоретически тоже кровь опускается вниз под тяжестью гравитации, то же самое, что в векре, но здесь, в ягодицах и бедрах, когда мы их протряхиваем, и начинается расслабление, вот это увеличение межклеточного пространства, которое благодаря расслаблению возникает, оно тягивает в себя кровь снизу. И здесь нет таких отеков, какие бывают в векре. Поэтому ягодицы и бедра можно делать стоя. Только надо помнить, что когда мы работаем, например, левую ягодицу, вес надо перенести на правую сторону, чтобы левую ногу расслабить. И мы тогда левую ногу расслабленную делаем, а потом переносим вес на левую ногу, и точно так же расслабленную ягодицу и бедро правой обрабатываем. Прошу прощения за качество картинки, то голова у меня пропадает, то еще чего-то пропадает, но это именно паровизорические съемки, как видите, и думаю, что этого, даже такого простейшего варианта, хватит, чтобы попробовать и убедиться, что по-настоящему вот такой вот простейший массажер или такой, который поменьше мы показывали, по-настоящему это настолько шикарная, обалденная вещь, которая настолько расслабляет тело, так далеко не каждый массажист может расслабить. И самому себе, чтобы делать самомассаж, те, кто пытался освоить массаж вообще, те, кто пытался освоить самомассаж, и без сомнения знают, как трудно самого себя массировать. Угол, расположение, до многих вещей не дотянешься, а вот эта длинная ручка позволяет этого избежать. Плюс та вибрация, которую мы испытываем, то удивительное расслабление, которое наступает практически сейчас же, сразу почти как приложили эту штуку к телу, она настолько шикарная, настолько обалденная, настолько замечательная, что вот я бы лично на месте современных психологов и психотерапевтов рекомендовал использование такого электромассажера, как психотерапевтическое средство. вместо каких-то там таблеток, улучшающих настроение, просто курс вот такого электромассажера. Хотя бы массаж ног. Хотя бы. Ноги спины. Сергей Демиденко, Старая школа здоровья. До встречи. Спасибо. 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 Спасибо.